Еще в самом начале режима самоизоляции несколько компаний Ленинского городского округа объединились и начали осуществлять доставку еды медикам, которые трудятся в Видновской районной клинической больнице, управляющей рестораном «Лесной» и сам в 90-е работал фельдшером на скорой помощи. Тогда были годы такие у нас суровые, пришлось из профессии уйти. Сейчас вспомнил, а сейчас я в новой профессии, я ресторатор уже много лет. Вспомнил о том, что мои коллеги голодают, поэтому помогаем. Также помогает докторам и один из индивидуальных предпринимателей. Раньше он занимался услугами такси, а теперь предоставляет транспорт для выезда врачей на дом к пациентам. Данную ситуацию решил помочь жителям и врачам своего города, где я родился, вырос. Согласно нынешним реалиям, предприятие по пошиву штор и постельного белья вынуждено было переквалифицироваться на изготовление масок. В денег удается выпустить до полутора тысяч. Закройщики, швеи и упаковщики тем самым смогли сохранить работу. Непростые времена переживает и школа танцев «Оригинал Дэнс», что расположена на Ольховой улице в городе Видное. Все занятия перевели в онлайн-формат. Качество занятий нисколько не страдает, несмотря на то, что ты не присутствуешь рядом с тренером, он все равно тебя видит. Со второго месяца, в принципе, уже больше желающих появилось, больше запросов, и люди как-то приходят к тому, что это действительно новый вид занятости и досуга своего. Сейчас проходят занятия по сальсе и детской хореографии. С июня планируется запустить в новом формате все направления, а их в школе 18. Стоит отметить, что такой вид обучения руководство собирается сохранить и после окончания эпидемии. Все больше и больше онлайн-пространства нас затягивает. Если это будет качественно, если это будет не только просмотр котяток и деток в Инстаграме, это будет действительно приносить пользу, то нужно этим пользоваться и нужно это развивать. Но, конечно же, все ждут завершения пандемии, когда можно будет встретиться друг с другом в привычных условиях. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.